Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Позагорать на пляжах снова не удастся. На смену холоду пришла большая вода. В водном плену оказались отдыхающие на реке Криуша. Материнский капитал не по назначению. Мошенницам придется компенсировать пенсионному фонду более полутора миллионов рублей. В Волгаре завершается строительство парка «Дружба народов». Как идут работы, проверили представители общественной палаты Самарской области. У Самары зафиксировали максимальный за всю историю наблюдений уровень воды в Волге. Городские пляжи ушли под воду. В зоне большого подтопления оказался и весь поселок Гранный. С песчаной косы на реке Криуша эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей. Первыми заметили неладные сотрудники общества спасения на водах на пляже озера Орлова. Вода пребывала по 20 сантиметров в час. Проезд к озеру сейчас перекрыт. А в Самаре очевидцы сняли, как под воду ушли пляжи у речного вокзала, причал которого тоже затопило. Вода вплотную подступила к набережной. Уровень Волги у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Вода пребывает из-за увеличенных сбросов Жигулевской ГЭС. Станция перешла на новый режим работы. Сейчас сбрасывает до 20 тысяч кубометров воды в секунду. Паводок затянулся из-за обильных дождей, отметили в МЧС, и продлится вплоть до 22 июля. Такой вот аномальный паводок вновь не дает самарцам насладиться летним отдыхом, жалуются горожане в соцсетях. Это тем более обидно, что в регион в середине июля наконец пришло лето. Синоптики обещают жару до 31 градуса. Из региона постепенно уходит циклонический вихрь, который принес с собой сильные дожди и ветер. В предстоящие выходные его холодный фронт ослабеет. На фоне повышенного атмосферного давления облака рассеются, дожди прекратятся, а показания термометра вернутся к значениям, характерным для июля. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 6-8 метров в секунду. Материнский капитал не по назначению. Жительницы Самарской области по решению суда выплатят более полутора миллионов рублей в пенсионный фонд, через который пытались незаконно обналичить деньги. Как установили сотрудники ФСБ, две женщины придумали мошенническую схему и втянули в нее четырех подруг, которые имели право на материнский капитал. Согласно задуманному, молодые матери должны были взять целевой заим сроком на три месяца на покупку жилья. Как видно на фото, дома, которые организаторы предлагали купить женщинам, ветхие и непригодные для проживания. Их реальная стоимость менее 100 тысяч рублей. Но мошенницы, имея на руках бланки и печати, изготовили документы, по которым цена жилплощади становилась равной материнскому капиталу. После сделки женщины обратились в пенсионный фонд за выплаты материнского капитала, чтобы за счет него погасить долги. Деньги поступили на счет мошенниц. В результате более 200 тысяч женщины отдали организаторам преступной схемы. Остальное потратили по своему усмотрению. Суд признал виновными всех подозреваемых. Женщины получили от года до трех лет условно. Однако в дальнейшем все, кроме организатора банды, попали под амнистию. Но расплативы, за поступок все же придется. Суд удовлетворил иск пенсионного фонда о взыскании женщин более полутора миллионов рублей. Далее коротко о других событиях дня. Сразу два крупных ДТП произошли в Самарской области. На трассе М-5 в груду металлолома превратились три фуры. Одна из них сгорела. Полицейские сделали фото. Пострадал только один водитель. А в Самаре поезд разнес БМВ на железнодорожном переезде. Схода состава не было, никто не пострадал. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. От укусов клещей в регионе пострадало более 4 тысяч человек, сообщает Роспотребнадзор. Это меньше, чем в прошлом году. При этом в некоторых клещах, которые были отправлены на исследование, был обнаружен вирус энцефалита. Добавим, что клещевой барлиоз, инфекционное заболевание, в ходе которого через один-полтора месяца после укуса у человека поражается нервная система, сердце и суставы. Жители Самарской области получат выплаты на восстановление домов после урагана. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Это касается жителей села Ирандаево Кошкинского района, чьи дома сильно пострадали 1 июня 2017 года, когда на область обрушился сильный шквалистый ветер. Общая сумма выплат составит почти 170 тысяч рублей. В Самаре сожгли 135 килограммов польских яблок. Их таможенники и сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили на овощебазе на улице Олимпийская. По словам хозяев торговой точки, продукцию они заказывали на оптовой базе в Москве и не знали, что фрукты санкционные. Продукты сожгли здесь же на территории рынка. Всего в 2017 году на территории региона уничтожено около 5 тонн санкционных продуктов, в прошлом году 70 тонн. Такой резкий скачок в статистике связан с тем, что с 4 июля этого года в Россию разрешено ввозить практически все фрукты и овощи из Турции, за исключением томатов. Самарцам измерили уровень счастья. Регион по итогам июня занял 15 место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в исследовании. Специалисты анализировали сообщения в социальных сетях, форумах и блогах. Как оказалось, самарцы пишут посты с радостным содержанием менее чем в полутора процентах случаев. Для сравнения, в Москве, ставшей самым счастливым регионом России, доля позитивных сообщений почти в 20 раз больше. На второй строчке Санкт-Петербург, на третьей Удмуртии. На четвертом месте рейтинга Крым замкнул пятерку Приморский край. Самые пессимистичные россияне, по версии исследования, проживают в Иркутской и Ярославской областях. Настоящий музей под открытым небом строится в Самаре. В микрорайоне Волгарь возводит этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». Музей будет состоять из двух десятков домов, каждый из которых будет рассказывать об истории и культуре народов, проживающих в Самарской области. Их в регионе 157. Как идут работы, сегодня проверили представители профильной комиссии Общественной палаты Самарской области и Олеся Корецкая. Настоящий осетинский дом из настоящего осетинского гранита. И такая же сторожевая башня. Казбек Чельдиев приехал специально из Северной Осетии. Строит национальный дом по технологиям предков. Каждый кусок гранита разбивается и шлифуется вручную. Камень привезли соседи, специально соседи. Наши предки раньше строили все с камня. Камни разбиваем, они разбиваем, все колем, отбиваем и ложим. И так скрупулезно с каждым домом. В парке дружбы народов их будет 22. Каждый как национальный музей, посвященный культурам народов в Самарской области. Надо просто-напросто знать культуру каждого из народов, понять, как основа культуры всех народов похожа, а в основе этой дружба, взаимопомощь, уважение к старшим, сохранность природы. Ну, все-все основные положения в каждой культуре, они очень похожи. Чтобы дома стояли крепко, перед строительством представители каждого этноса проводили свои национальные обряды. Освещали землю, прятали в срубы монетки, шерсть, пшеницу, символы достатка и благополучия. При строительстве этого комплекса, при создании, проведена большая научно-историческая работа по сбору информации, традиций, обычаи, строительства домов, уклада, жизни непосредственно людей разных национальностей, разных народностей. Около каждого дома устроят национальное подворье, посадят десятки деревьев. Здесь можно будет проводить национальные праздники, выставки и экскурсии. Парк частично откроется уже осенью, ко Дню Дружбы Народов, 12 сентября. К этому времени будут готовы несколько домов и обустроены прогулочные зоны. Полностью этнографический комплекс Парк Дружбы Народов откроется в мае 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Как сделать из обычного двора мини-сквер с цветущими клумбами и уникальными растениями? В советском районе жители всерьез взялись за озеленение площадок рядом с домами. К процессу подходят творчески. Даже создали своеобразный банк семян и саженцев, где собирают самые красивые экземпляры и делятся ими с соседями. А воплотить идеи в жизнь помогают власти и общественные советы микрорайонов. Чтобы расцвела во дворе не только привычная мальва, но и яркие петунии разных оттенков ромашки, а может и пышные розы. Жители 298-го и 300-го домов по улице промышленности на собрании обсуждают, как благоустроить двор и разбить полисадник под окнами. Первым делом нужно огородить газон. Очень хочется, чтобы мы посадили цветы, но так как у нас много во дворе детей, они бегают по газону и посадить цветочки уже становится нереальным. Мы могли бы справиться с этой задачей, то есть облагородить, обустроить, как бы сказать, посадить цветы, то есть сделать наш двор лучше. План благоустройства обсуждают с управляющим микрорайоном. Общественный совет микрорайона – связующее звено между жителями и властью. Управляющий выслушивает каждого и все предложения фиксируют. Потом с депутатами и представителями районной администрации будут работать по каждому пункту. Жильцы хотят принять решение, общедомовое решение, сделать опиловку деревьев, принять, опять же, где посадить цветочки, где посадить какие-то новые деревья, где огородить, куда машину, чтобы ставить. К оселенению и благоустройству дворов в Советском районе повышенное внимание вовлечь в этот процесс. Стараются как можно больше жителей. От активности самих самарцев во многом зависит, будет ли двор комфортным и уютным. В решении актуальных проблем помогают депутаты. Мы определили приоритетные направления. Это в том числе установка новых малых форм и ремонт того, что было. Поэтому мы сейчас это все выявляем. И, естественно, за бюджетные деньги, в результате в том числе проведенного конкурса по лучшему озеленению, планируем обустраивать все дворы. Без исключения. Сначала тем, кто более активный. В этом микрорайоне контакт между горожанами и властью налажен, и результат налицо. Так соседний двор уже, как на картинке, весь в цвету. И красоту эту создали сами активисты. Они же организовали и интересный проект. Обмениваются семенами и саженцами самых красивых цветов. И воплощают в жизнь идеи ландшафтного дизайна. В планах с совместными усилиями общественных советов жителей и властей, такими же аккуратными и цветущими, сделать все дворы. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Измерить давление и узнать уровень сахара в крови для жителей промышленного района прошел День здоровья. Его медики больницы Симашков проводят ежегодно. Почему в этом году желающих узнать состояние своего организма стало в разы больше, расскажет Лариса Шалафаст. Узнать о состоянии здоровья за 10 минут. Жители 6-го микрорайона могут бесплатно проверить уровень сахара в крови, сделать электрокардиограмму и измерить давление. Ольга Шилак за здоровьем следит тщательно. Для нее медицинская акция сейчас оказалась как раз кстати. Мне нужно было кровь сдать. Мне сказали в поликлинике, у нас нет возможности пока принять кровь. Я очень обрадовалась, что сегодня акция здесь. Я прошла. Экспресс-обследование медики больницы Симашко проводит для жителей 6-го. У микрорайона раз в год. В прошлый раз желающих проверить состояние организма было немного. Сейчас к врачам даже выстроилась небольшая очередь. Организаторы говорят, просто людей начали лучше информировать. О себе дают знать перспективы. Это реформа местного самоуправления. Вот эта связь с людьми. Они больше доверять стали. Мы их больше узнаем. И люди понимают, информация распространяется. И они приходят по этому, в том числе на такие мероприятия. Обзванивались, собирали людей по объявлениям лично. Встречались по домам, чтобы люди проверили свое здоровье. Это необходимо каждому. Поскольку количество желающих проверить здоровье растет, организаторы акции решили проводить ее чаще. Следующий день здоровья пройдет в августе для детей. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. И вот какие темы готовят к эфиру наши журналисты. Чтобы селфи не стало последним, школьникам напомнили правила поведения на железной дороге. В самарских университетах горячая пора. Как работает приемная комиссия, проверит министр образования и науки Самарской области. Все от зрения до слуха мы исследуем у вас. В промышленном районе Самары прошел день здоровья. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова